Нынешняя зима удивляла белорусов погодными качелями. Совсем недавно на страну обрушился циклон Эльза. От ветра пострадали машины, здания и даже люди. Следом пришла метель, хоть и не такая сильная, как в прошлом году. Однако только за январь в республике выпало 69 миллиметров осадков. Дорожная служба круглосуточно работала в усиленном режиме. Для уборки снега задействовали спецтехнику. Особенно сильная снегом завалила именно Могилевскую область. 83 миллиметра осадков. Это в два раза превышает климатическую норму. Сейчас погода больше напоминает весну. На градуснике 4 выше нуля. Между тем, работу никто не отменял. На временной площадке складирования снега в районе поселка Титовка трудятся специалисты. Осадки сюда свозят с улиц, парковок, подмостков, остановок и автозаправок. Места выбраны не случайно. Здесь оптимальный рельеф и отсутствие залегающих грунтовых вод. Важный аспект – удаленность от жилой зоны. По завершению зимнего периода на данной площадке должна быть проведена уборка всех отходов. Затем должно быть проведено измерение проб почвы с целью выявления возможного загрязнения земли. И в случае наличия такого загрязнения должна быть осуществлена рекультивация нарушенного участка земель. Помимо этой используют еще две площадки – в Киселевичах и на Энергетиков. Их утвердил горосполком. На последние большегрузы ежедневно сгружают порядка 400 кубометров снега. Территория не просто голый пустырь. Объект находится под круглосуточной охраной. Это исключает, например, разгрузку мусора или песка. Ездят только наши кубдепсы, а другие фирмы только если по талону. Сегодня было пока два маза 20-тоники. Ну и наш МТЗ-трактор с прицепом. Пока все больше. Вот только если ездят два маза, сейчас у него уже по три рейса сделали по талону. Синоптики говорят, зима свое еще наверстает. Снег, если верить прогнозам, ожидается аж до конца марта. Это значит, что небольшие горы на пустырях могут значительно увеличиться в объемах.